МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Спортивный регион» и вот о чем мы расскажем сегодня. Неужели действительно нет пророков в отечестве своем? Кроссфит зародился в СССР, но в Россию пришел из США. Приехали, увидели, проиграли. Баскетболистки в Сыктывкарской нике не сумели на омском паркете сдержать натиск хозяек площадки в стартовом матче полфинала плей-офф. Кто отважится бросить вызов сибирскому медведю? Турнир с таким грозным названием собрал в омске мастеров армрестлинга. Кроме того, амичи на этой неделе резали коньками лед, сходились в жарких сабельных поединках, выигрывали медали на турнирах по борьбе и по акробатике. Подробнее об этом и не только в ближайшие 20 минут, но начнем мы с ленты новостей. В бельгийском Антверпене завершился 26-й чемпионат мира по спортивной акробатике, в котором приняли участие около 600 спортсменов из 50 стран мира. Спортсмены сборной России выступили на чемпионате блестяще, выиграв 4 золотые медали из 5 возможных, добавив сюда командную победу и одну бронзу в отдельном виде. В составе сборной России выступала заслуженная мастер спорта, двукратная чемпионка мира, трехкратная победительница европейских игр и победительница всемирных игр 2017, амичка Марина Чернова. Наша землячка вместе со своим партнером Григорием Патарая блестяще выступила в миксте. Уже в квалификации россияне дали понять, что главными фаворитами соревнований являются именно они. Марина и Григорий опередили ближайших преследователей из Беларуси примерно на 3,5 балла. В финале россияне также набрали лучшую сумму баллов за элементы, опередив тех же белорусов почти на полтора балла. Замкнули тройку призеров спортсмены Бельки. Золотые награды в командном первенстве достались сборной России, которая выигрывает подобный трофей уже десятый раз подряд. Амич Шамиль Мусаев стал серебряным призером, прошедшего в Москве первенства России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 24 лет. Атлет впервые выиграл медаль молодежных стартов такого уровня. В состязаниях участвовали лучшие борцы страны. В самой тяжелой весовой категории Мусаев в решающей схватке не совладал с Нохчо Лобазановым, представляющим Красноярский край и Башкортостан. Но, несмотря на это, Шамиля все-таки включили в расширенный состав сборной России для подготовки к первенству Европы. За 15 минут выполнить 11 заданий, демонстрируя высокую скорость и выносливость под силу, пожалуй, только настоящему супермену или атлету, занимающимся кроссфитом. Кстати, подобный тренировочный комплекс зародился еще в 60-е годы 20 века в СССР. Тогда активно практиковали круговые тренировки представители различных видов спорта. Увы, но такое направление на тот момент не получило дальнейшего развития. Вторым зарождением можно считать 1995 год. Тогда бывший американский гимнаст Грэб Глассман, решив оккультурить и придать новую форму своей системе тренировок, объединил в один стиль элементы фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, гимнастики, гребли. Такая спортивная солянка и получила название кроссфит. Популярность не заставила себя ждать. На данный момент более 10 миллионов человек по всей земле практикуют подобные тренировки. Россия не отстает. С 2012 года на территории нашей страны начали проводиться соревнования, а в 2015-м американское направление фитнеса становится официальным видом спорта в России. Правда, получает новое название – функциональное многоборье. Субтитры предоставил DimaTorzok Понаблюдать за выступлениями людей с возможностями супергероев можно было в минувшие выходные в стенах спортивного комплекса «Строитель». Туда на «Схватку героев» съехались около сотни атлетов из Кемеровской, Новосибирской, Кеменской, Воронежской, Омской областей. Один участник из Крыма посетили турнир и гости из Казахстана. На протяжении всего дня любители и профессионалы соревновались в скорости, ловкости и силе. Схватка была поистине героической. Здесь нет слова «спортсмен», здесь нет слова «атлет». Поэтому у нас такие названия довольно интересные, героические. Сегодня называется турнир «Схватки героев». В прошлом году у нас была, как повторяю, «Битва Сибири». То есть очень это интересно, и это мотивирует учение спортсменов, такие названия, и они гордятся тем, что им занимаются. Работать на износ, постоянно совершенствовать тело и дух, преодолевать себя – вот главные принципы кроссфита. Главной изюминкой здесь является эффект неожиданности. Участники соревнований никогда заранее не знают, что их ждет. Каждый комплекс – как новая задача, узнав условия которой, ты незамедлительно должен ее решить. Послабление есть, но лишь для любителей. Профессионалов же испытывают по всей строгости регламента. Профессионал – это уже более серьезная категория, где требует более стокотерической подготовки. Здесь необходимо, как видели, ходить на руках, поднимать штангу, бегать, прыгать и делать очень много-много движений. И, как ребята показала практика, они все это справились и сделали. Очень интересный вид нагрузки, большое разнообразие движения, и развиваешься как универсальный спортсмен. В принципе, ты можешь выступать, так сказать, в любых направлениях. И в тяжелой атлетике, и в каких-то деревых видах спорта. Разнообразие, универсальность, ну и, конечно же, доступность привлекли в этот вид спорта бодибилдера Петра Кривенко и бойца УШУ Максима Брекова. Поначалу кроссфит для омских атлетов был не более чем новой формы тренировок. Дальше больше. Вошли во вкус, появились первые результаты. Новое направление стремительно переросло в основной вид спортивной деятельности. Максим и Петр уже победители и призеры различных местных, региональных и всероссийских соревнований. Не пропустили атлеты и омский турнир «Схватка героев». В категории профессионалы омским богатырям не было равных. Очень сложного, в принципе, ничего не было, так как мы являемся принципием и далеко не любителями в этом виде спорта. Все в плановом режиме. Мы занимаемся уже несколько лет, несколько раз уже вместе тренировались, готовились в командной работе, синхронности. Поэтому комплексы, упражнения предоставили, то есть никакой сложности. Поэтому работали, выкладывались, боролись. Все очень понравилось, была настоящая заруба. Будем участвовать вновь. По итогам турнира на вторую ступень пьедестала поднялись гости из Павлодара. Третьими стали наши земляки. Среди любителей победителями стали атлеты из Кемерово. Серебро из золота в копилке омичей. Не побоялись тяжелых нагрузок и девушки. Представительницы прекрасной половины человечества доказали, что они далеко не славый пол. С виду хрупкие миниатюрные участницы отжимались, подтягивались и управлялись со спортивными снарядами не хуже мужчин. По итогам комплекса все ступени пьедестала у профессионалов заняли наши спортсменки. Лучшими среди любителей были признаны кемеровчанки. Серебро и бронза в копилке омских атлетов. Мы чувствуем сейчас адреналин, драйв, счастье, что у нас получилось, что мы вместе в команде. И мы стремимся к большему дальше совершенствоваться. Мы приехали из Кемерово не для того, чтобы получить второе и третье место, только за первое место. Итак, если вам захотелось пройти испытания кроссфитом, неважно с целью улучшения здоровья, подготовки к лету или, быть может, с самыми серьезными намерениями, не стоит медлить. Выбирайте любой зал и приступайте к тренировкам. Ограничений ни по возрасту, ни по уровню спортивной подготовки нет. Залог успеха в желании и хорошем наставнике. А там и до медалей недалеко. В Оренемск прошла красочная церемония вручения призов имени Леонида Киселева. Здесь собрались болельщики, руководство клуба, ветераны омского хоккея. А звездами праздника стали сами хоккеисты, воспитанники школы «Авангард», а также игроки молодежной и взрослой команды. Лучших среди воспитанников хоккейной школы выбирали тренер. А вот самых полезных игроков молодежки и главного «Авангарда» определили болельщики путем голосования на официальном сайте. Так, набрав 37% голосов, лучшим из молодых и астребов стал голкипер Константин Лобачев. Заветную статуэтку хоккеист получил уже во второй раз. Среди взрослых красно-бело-черных победил 66-й номер «Авангарда» Илья Михеев. В момент вручения приза наш форвард в составе сборной России готовился к чешскому этапу Евротура. Поэтому на сцену за кубком поднялись родители хоккеиста. Томские чиновники доказали, что готовы к труду и обороне. Сотрудники областного правительства, гурсоветы и мэрии сразились за кубок губернатора ПОК ГТО. Соревнования проходили в манеже комплекса «Сибирский нефтяник». На первом этапе участники проверяли свои силы в беге, отжиманиях, рывке 16-килограммовой гири и других дисциплинах. Выйти на старт решились более сотни госслужащих. Второй этап турнира пройдет в октябре в физкультурно-оздоровительном комплексе Наконева. Тогда же станут известны имена победителей в личном и командном зачетах. Триумфаторы получат в награду переходящий кубок губернатора ПОК ГТО. Организаторы планируют сделать этот турнир ежегодным. Более того, программа соревнований может пополниться еще несколькими дисциплинами, например, лыжными гонками. А желание разработать зимний вариант НОК ГТО заявили в областном Минспорте. Плей-офф. Как много в этом звуке для сердца болельщикского сошлось. Как много в нем отозвалось. Апофеоз сезона. Весеннее безумие. Самое вкусное, что есть в баскетболе. Своего первого соперника по играм на выбывание, курска Динамо Фуарм, наш нефтяник, как будто бы просто не заметил, прокатившись по нему паровым катком и попутно обновив клубный рекорд. Омская команда в пятый раз подряд завоевала путевку в полуфинальную стадию плей-оффа. Следующий соперник уже более матерый. Ника Иссык-Тывкара по итогам регулярки заняла в турнирной таблице Суперлиги место повыше, чем подопечной Елены Лазутки. На Нику, обладающую мощнейшим подбором опытных игроков, настраивались крайне серьезно. Что и показало уже начало игры. Амички доминировали на площадке и к большому перерыву нефтяник уверенно лидировал в счете. Чему в немалой степени способствовали болельщики, которых на этот матч пришло как никогда в этом сезоне много. Среди тех, кто поддерживал омских баскетболисток, была замечена и наша волейбольная дружина ОМС «Гор», пришедшая на матч практически в полном составе. Обычно за вас приходят болеть, а тут наоборот, вы в качестве болельщиков. Необычные ощущения? Да, конечно. Нас пригласили, мы долго не раздумаем. Очень хочется прийти поддержать девчонок. Ну и вообще посмотреть, как другой вид спорта, какая борьба идет, какие технические элементы другие. То есть очень интересно, я думаю, девчонкам нравится. С удовольствием посещаем матчи, когда это возможно. Именно характер. Командный дух. Пресловутые морально-волевые выходят на первый план в плей-офф. Без того самого «Тим Спирит», как называют его рандер-начальники баскетбола, не пройти даже одну стадию в гонке на выбывании. Что же до самой игры «Нефтяника» и «Ники», то соперники как будто вознамерились посоревноваться, кто в больший раз нарушит правила. Именно фаулы вышли на первый план ближе к концовке, когда у игроков обеих команд их набралось изрядное количество. В честью амичек они свой состав смогли сохранить до самой финальной сирены. А вот у гостей два игрока покинули площадку раньше положенного времени. Ну и, конечно, свою роль сыграла точность реализации штрафных бросков. У «Нефтяника» в этом компоненте особо отличилась Мария Матвиенко, реализовавшая 12 из 13 бросков. Забила первый штрафной, поверила в себя, но и за счет этого, я думаю, уверена, остальные бросала. Красивый и яркий, зрелищный баскетбол, достойный плей-офф. И как венец этой игры, ликовая не омских болельщиков. Наша команда в итоге победила со счетом 85 на 79. Конечно, шанс у нас еще остается, но настрой был запределенный перед игрой. Но получая 30 фолов за игру, я думаю, очень сложно выиграть. Поэтому что есть, то есть. Что скажете об омской команде? Какое впечатление она сегодня на вас произвела? Это боевая команда. Я всегда отвечаю. И эту команду характер именно. Они показали именно его сегодня. Молодцы. Молодцы-то молодцы, спору нет. Вот только одно важнейшее обстоятельство. К концу третьей четверти наши девушки вели с очень комфортным преимуществом в 23 очка. Но в последнем сете ухитрились почти полностью этот запас растранжирования. В итоге побеждали омечки уже не на классе, а на нервах. В поле дольных концовках. Да, это проблема нашей команде, когда мы ведем очень много. В какой-то момент мы немного успокаиваемся. Чего категорически делать нельзя. Кажется, что плюс 23 игра уже сыграна. Но просто в какой-то момент уже становится плюс 10. Очень тревожно. Потом плюс 7. Ну, просто в какой-то момент соперник перехватил инициативу. Мы долго не могли забить, поэтому появилась какая-то неуверенность. Просто нам нужно было успокоиться. Несколько забить спокойных атак, чтобы вернуть себе инициативу, вернуть свое преимущество. Ну, собственно, потом чего-то и пришло. Хорошо, что доиграли этот матч до победного. В этой победе трудно выделить баскетболистку, внесшую решающий вклад. Добрых слов заслужили абсолютно все мячки. Как выходившие на площадку, так и поддерживавшие подруг со скамейки запасной. Например, Дарья Филимонова. На первых минутах второй четверти забившая 6 очков подряд. Или отыгравшая все 40 минут без замен Мария Матвиенко. Сплоченность наша. Все друг друга поддерживали. Каждый играл друг за друга. Один ошибется, а второй исправит. И за счет командного духа, командной поддержки, выполнения установок тренера, я думаю, за счет этого сегодня у нас получилось. Очень много для общекомандного успеха сделала Елена Федотова. Самый напряженный момент, буквально вытащившая концовку. На тебе сегодня много фалили, ты много очень важных очков набрала. Чувствуется, ты настроилась на сегодняшний матч по полной программе, да? Да. Ну, потому что у нас из троя выбыл еще один центровой. И поэтому как-то, ну, чувствовала соответственность. И поэтому, ну, эта игра была очень важной. И на строй был совершенно другой. Почему мы проиграли, по сути, четвертый сет? Ну, мне кажется, что мы немного подустали. Подустали, да. Но хорошо, что до конца не сдались. Ну, все равно взяли инициативу и получилось. За лидера команды, Ксению Чинаеву, красноречиво говорят цифры личной статистики. 21 очко и 14 подборов. По эмоциям чувствовалось, что сегодня не один из многих матчей сезона, а все-таки плей-офф, все-таки полуфинал уже? О, да, конечно. Эти эмоции создают наши болельщики, да, которых очень много. Конечно, мы настраиваемся на каждую игру, так же, как и настраивались на каждую игру с Курском. Потому что это уже не игра в регулярке. И здесь поражение уже очень много значит. Поэтому только на победу настраивали сейчас и в Сыктывкаре только на победу. Удачи в Сыктывкаре! Спасибо огромное! Показали класс на сибирских коньках. Соревнования по фигурному катанию с таким названием прошли в Ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова. В них принимали участие почти 60 фигуристов-одиночников. В первый день спортсмены откатали короткую, а во второй – произвольную программу. У девушек лучше стала Дарья Вдоик из Прокопьевска. Интересно, что юная спортсменка была второй и в короткой, и в произвольной программах, однако по сумме баллов оказалась сильнейшая. Лидера в короткой программе, амичку Дарью Третьякову, подвела произвольная программа, где она была лишь четвертой. В итоге в многоборье Даша стала серебряным призером. У юношей сильнейшим стал наш земляк Виталий Трошкин. У спортсмена, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта, победу одержал Екатеринбуржец Кирилл Волков. Пиди стал у девушек, выступавших по программе мастеров спорта, получился Омско-Новосибирский. Второй год подряд победительницей стала Мария Шевелева из Омска из Дюшор номер 35. Маша блестяще откатала произвольную программу и заслуженно стала первой. Определились победители и призеры регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки». За награды спорили участники из Калачинского, Кормиловского, Знаменского, Исселькульского и Марьяновского районов. В составе семи команд было по четыре человека, включая минимум одну девочку. Победителями стали ребята из Исселькульского лицея – Егор Высоцкий, Нияз Ибраев, Артем Кутлин и Виктория Самохлава. Серебро завоевали игроки из Кормиловской команды «Виктория», а замкнул призовую тройку Знаменский район. Финальный этап «Чудо-шашек» традиционно состоится на Черноморском побережье, в поселке Лоо под Сочи. Турнир пройдет с 28 мая по 9 июня. Год назад в финале от Омской области участвовали команды Кормиловского и Исселькульского районов. Заслуженных мастеров спорта и международников собрал в Омске один из крупнейших турниров России по армрестлингу «Сибирский медведь». В этом году представители 24 регионов нашей страны и гости из Республики Казахстан сошлись в беспощадной борьбе на руках. Не только ради медалей, но и для того, чтобы оценить свою готовность к выступлениям на международном уровне. Омские соревнования последние перед чемпионатом Европы, который стартует 26 мая в Болгарии. Лучшие из лучших поедут защищать честь нашей страны. Ну а пока заключительная проба сил перед европейскими стартами в рамках «Сибирского медведя». Это просто очень крутой турнир. Я на таких крутых турнирах еще не была. По поводу соперниц. Очень сильные, все достойные. Я ездила достаточно давно уже на соревнованиях, выступаю. И всегда соперницы у меня очень сильные и никогда я недооцениваю их. Так же и здесь сложилось. У меня финальный поединок был достаточно трудный. Тоже было два финала, потому что я все-таки проиграла один раз с этой соперницей. Но в финале, в суперфинале я уже вырвала победу. Победить на Омских соревнованиях очень почетно. Признаются его участники «Сибирский медведь» является одним из самых представительских турниров в стране, поскольку открывает сезон так называемой «Золотой лиги армрестлинга» в России. Поэтому неудивительно, что в наш горах каждый год в апреле съезжаются немало титулованных рукоборцев. Этот раз не исключение. Среди участников заслуженные мастера спорта из Красноярска Виталий Лолетин и Дмитрий Силаев, Екатерина Никишева из Новосибирской области, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Рустам Маликов из десяток международников. На турнире я не в первый раз, на турнире я уже, наверное, в третий или четвертый раз. Запоминается, как всегда, с теплым приемом, хорошим организацией, хороших соревнований. Так же, опять же, повод встретиться со спортсменами, с друзьями. Потому что мы за этим старт приезжаем. Мы с шагом за победами. Кстати, в этом году заслуженный мастер спорта Виталий Лолетин домой отправился вновь с наградами. Два золота в копилке атлета. И остались без медалей гости из Новосибирской, Московской и Свердловской областей. Спортсмены из Бурятии и Краснодарского края. Неплохо выступили участники из Казахстана. На их счету сразу несколько медалей. Волновался, конечно же. Схем не бывает. Все волнуются. Но как все обошлось, все. Удача оказалась на нашей стороне. Не обошла удача стороной и омских атлетов. На их счету по итогам турнира 10 медалей. И это неплохой результат. Ну что же, все награды от сибирского медведя нашли своих героев. Пора двигаться дальше. Чемпионат Европы не за горами. Саблист Александр Трушаков впервые стал призером чемпионата России. Наш спортсмен выиграл бронзовую медаль главного старта страны. Более 600 спортсменов из 23 регионов оспаривали награды в шпаге, сабле и рапире. 23-летний воспитанник Омской школы фехтования Александр Трушаков впервые в карьере стал призером взрослого чемпионата страны. Наш международник провел в Смоленске 10 поединков, одержав 8 побед. Одним из обидчиков Трушакова оказался будущий чемпион России. Заслуженный мастер спорта Вениамин Решетников из Новосибирской области, которому Александр уступил в полуфинале. И это все, о чем успеваем рассказать сегодня. До встречи через неделю. Любите спорт. Субтитры подогнал «Симон»!